Всем привет! Это канал Benzo Trash. Мы продолжаем делать наши видео обзоры бензоэлектроинструмента. Не забывайте подписываться и ставить лайки. И сегодня мы с вами будем рассматривать бензопилу от фирмы Штурм. Вот называется она почему-то Энергомаш, модель PT-9937B. Ну что ж, давайте узнаем ее технические характеристики. Рабочий объем 37,2 кубических сантиметров. Мощность двигателя 1,8 киловатт. Холостой ход 2600 оборотов в минуту. Шина 405 на 16 дюймов, проще говоря. Вес этой пилы 6 килограмм 500 грамм. Что ж, давайте открывать, смотреть комплектацию и обязательно соберем ее. Начинам. Начнем, начнем. Очень плотная вот такая вот упаковочка. Такая интересная. Видите, незамысловатая. Особо не разрисовывали ее. Цена. Цена этой пилы в пределах 75 долларов. Вот. В принципе, та недорого. Производитель. Честно скажу, что здесь, конечно, что-то написано. Я не уточнял. Но это поставщик город Киев в Украине. Но не знаю, где конкретно ее делают. Не буду я вам рассказывать. Если знаете, напишите. Так, ну что ж. Давайте открывать, смотри. Так. Открываем. Так, так, так. Есть. Еще не все. Поставим сюда. Вот так. И начнем, как всегда, мы с самой бензопилы достаем. Та-дам. Вот такая у нас модель. Интересно. Такой внешний вид у нее. Положим. Сейчас будем разбираться. Так. Что у нас есть в комплектации? У нас здесь есть чехол. Вот такой вот чехольчик. Откроем, положим чехол сюда. Также у нас вот есть здесь шина. Шина сороковая, 405-я, на 16 дюймов. 57 звеньем на нее становится. Давайте положим. Так. Что у нас здесь есть еще? У нас здесь есть вот такая вот, видите, инструкция. Прочитайте, пролесните, обратите внимание. Инструкция, кстати, здесь вот, видите, для трех моделей. Вероятно, последние цифры 37-я, это сам объем двигателя. То есть, вот видите, 45-я и 52-я. Три модели, инструкция одна на три модели. Так. Ну что ж. Здесь у нас есть баночка для горюче-смазочных материалов. Точнее, бензина, разведенного двухтактным маслом. И... А где наша цепь? Вот она. А вот и наша цепь. Вот такая, на 57 звеньев. Шах 3,8-х. Посадка 1,3. Цепь не самого лучшего качества. Но на 10 кубов нормального пиления ее хватит, могу вам сказать. Потом можно заточить. Но все-таки, наверное, лучше приобрести хорошую цепь от фирмы Stihl, Oregon. Так. И у нас вот такой кулечек. Вот. Давайте откроем, посмотрим. Здесь у нас напильник. Не знаю, какого качества напильник, но диаметром его четверочка. Вот. Приобретайте Stihl, Oregon. Если этот окажется плохим, вот. Так, как так. Так, натверточка для настройки карбюратора. И у нас свечной ключик универсальный. Вот такой наш ключик. Нам пригодится. Положу. Так, ну что ж. Вроде бы все. Все достали. Больше ничего здесь нету. Давайте отложим парток. И начнем рассматривать саму бензопилу. Так, давайте так положу. Ну что ж. Начнем мы, как всегда, сверху. Ручка сделана из пластика. Пластик такой, скажу вам, как в крапинку, знаете, такой рифленый. Ну, хорошо сидит в руке. Вообще не ворочается никак. То есть, хорошо сделали, да. Здесь она сидит устойчиво. Так, ну что ж. Так, здесь у нас супер крышка большая. Попробуем мы снять ее. Давайте я попробую. Потому что... Ага, это мне так показалось, что она супер большая. На самом деле она, видите, вот такая у нас крышечка. Я думал, все надо снимать. Я не часто работаю с этой фирмой. Вот. Но посмотреть интересно. Так. Вот такой у нас фильтр воздушный. Вот. Давайте. И здесь вот карбюратор. Вот такой карбюратор. Если кому очень интересно. Также мы получаем быстрый доступ к свече. К замене свечи. Свечу обязательно приобретайте еще одну. На всякий случай. Вот. Все в жизни бывает. Поэтому помните об этом. Лишняя свеча не помешает. Тем более она стоит копейки. Так. Ну что ж. Устанавливаем все обратно. Вот. Надеюсь, у нас все станет без проблем. Да. Так и есть. Это хорошо. Так. Давайте. Давайте. О. Есть. Да. Встала вроде бы хорошо. Все действительно. Смотрите. Как бы видно. Но зазоров нет. Хотя странно. Вот. Пластмасса, я вам скажу, такая матовая. Я уже привык к глянцевым пластмассе такой, которая блестит, переливается. Ну вот. Толстая и нормального качества. Так. Ну что, давайте смотреть на управление нашей бензопилы. А здесь у нас есть праймер. Вот. Подкачка. Клавиша пуска. Видите, вот она. Вот. И наш блокиратор. Двойное нажатие здесь. Так никак. Только вместе. Вот. Также дроссельная заслонка у нас сверху. Все четко. Подсос, проще говоря. Клавиша здесь. Это очень приятно. Включить, выключить. Вот. Так что. Хорошо. Также у нас стартер. Ну давайте дернем. Обещали на коробке нам легкий пуск. Так и есть. Не обманули. Хороший стартер. Очень мягко. Очень хорошо. Да, это хорошо. Очень хорошо. Ну что ж. Давайте снимем наш стопор для мгновенной остановки цепи. Крышечку. Посмотрим, что под ней. Так. Так. Есть. Гаечки мы сейчас открутим. Так. Помните, что вот видите, сразу проверяйте, отщелкнута ли крышка. Вот в данном случае она отщелкнута. Возвращайте назад, потому что часто очень. И вот теперь она беспроблемно снимется. Так бы мы ее не сняли. Так. Ну что ж. Давайте смотреть, что у нас здесь с крышкой. Так. Вот такая у нас крышечка. Наше кольцо, которое сжимается. Вот. И фиксирует нашу звездочку. Тем самым блокируя. Вот. Мгновенная остановка получается нашей цепи. Так. Ну что ж. Отложили нашу звездочку. Будем... Нашу крышечку. И будем рассматривать саму бензопилу. Здесь у нас звездочка есть. Вот она. Давайте посмотрим, что она. Какая звездочка есть. Так. Здесь у нас цепи улавливателя. Вот он металлический. И натяжка вот цепи на самой бензопиле. Лично я не очень такие люблю. Потому что видите, она под шиной получается. С другой стороны. Но с другой стороны натягиваем мы один раз перед началом работы. Ничего страшного. Так. Вот такой у нас. Интересный карбюратор. Вернее глушитель. Обещают низкий уровень шума нам. Так. Так. Наша бензопила обладает антивибрационной системой. Вот видите пружинка раз. И вот два. Вот. Я не знаю есть ли где еще. Обычно там ставят одну пружинку. Вот. Но это очень хорошо. Будем работать мы. И у нас вибрация будет минимальна. Поэтому это хорошо. Молодцы что подумали об этом. Так. Ну что ж. Давайте наверное откроем цепь. Так. Нашу. Есть. И установим на шину. Соберем. То есть нашу кулу. Думаю что нам нужно изначально вот подкрутить. То есть наш винт натяжной опустить вниз к... Против часовой сейчас накрутим. К звездочке. Так. Вот так. Ну что попробуем надеть нашу цепь. Я поближе к себе подвину. Цепь будете затачивать напильником диаметром 4. Сейчас у штиля и у Орегона есть цепи с квадратным зубом. Поэтому я вот их все время рекомендую. Помните об этом. Когда эта цепь износится. Приобретайте. Качество работы повысится. Ну в принципе и легче пилить будет. Так. Устанавливаем вот так. Режущим зубом вперед. Помним об этом. Заводим за звездочку. И одеваем на нашу шинку. Так. Одели. Вот. Все у нас получилось. И теперь нам нужно прижать нашу шину. Ставим наш стопор. Нашу крышечку. Вот так. Все четко. Смотрите. Чтобы нигде здесь ни перекоса не было. Ничего. Закручиваем наши гаечки. Полностью не закручиваем. Потому что мы будем еще натягивать нашу цепь. И шина будет выдвигаться вперед. Вот. А помните об этом. Так. Давайте натянем. Нашу цепь. Так. Закрутили. Вот видите. Она висит у нас. И теперь мы. Здесь у нас отверточка крестовая. Вот. Я все никак не приобрету. Вот. Но вы можете взять просто крестовую отвертку и крутить. Будет очень просто. По часовой стрелочке крутим. Помним. Так. Давайте вращать. А вот здесь какая-то у меня отверточка крестовая. Попробуем ей. Видите. Обманул. Все-таки я нашел где-то крестовую отверточку. Не помню где, правда. Но. Есть у меня теперь крестовая отвертка. Так. Видите как просто все крутим. Отлично. Так. Цепь натянули. Так. Вот так. Можно даже еще сильнее. Я уже сильнее не буду. Не заворачиваем. Мы. Не забываем доворачивать наши вот гайки. Обязательно помните, что нужно их довернуть. Вот. Так. Ну что ж. Наша пила готова к работе. Осталось залить масло и цепь. Об этом мы сейчас и поговорим. А здесь у нас очень интересно. Очень грамотно расположили два бачка. В принципе, я вот думаю, что это очень удобно. Следить за уровнем обоих баков. Здесь у нас бачок для смазки нашей цепи и шины. Вот. Помещается в этот бак у нас 210 миллилитров. Также у нас есть бак для бензина, разведенного двухтактным маслом. Помните об этом. Помещается сюда 310 миллилитров. Значит, разводить масло. 1 к 50 обычно рекомендуют. 1 к 40. Но я вот скажу, что вы когда купите масло, там есть на этикетке, на описании сзади. И я думаю, оно вам очень поможет. Вы не ошибетесь. Но самое главное, только двухтактное масло. Помните об этом. Так, ну что ж. Пила очень легенькая. Компактная, я вам скажу. Места много в машине не займет. Вы знаете, наверное, очень подойдет любителям активного отдыха. Рыбалка, охота. Так, вот так срабатывает наш тормоз. Цепи, мгновенная остановка цепи. Значит, когда на нас откидывает нашу бензопилу, помните об этом. В таком положении, вы уже поняли, не снять крышку. Поэтому всегда держать крышку только так. Только так. Ну что ж. Такая вот у нас пила. Очень компактненькая. Легенькая, действительно легенькая. Давайте я ее положу. Ну что ж, вот так выглядит наша пила Энергомаш. В собранном виде. Качество сборки хорошее. Качество пластмассы тоже, я бы сказал, хорошее. И в принципе вообще, качество соответствует цене. Пила эта для бытового использования. Не шумная, легенькая, компактная. Приобретайте, вы будете довольны. А с вами был канал Бензотрэш. Подписывайтесь, ставьте лайки. А мы будем продолжать делать наши видео обзоры для вас. Удачи, пока.